всем привет сейчас давайте рассмотрим как собирать проект на андреев engine 5 в общем самом начале да мы должны удостовериться что у нас существуют карты на которые которые мы будем вставлять так скажем уже в готовые игру да то есть вот допустим у меня есть несколько карт это меню level и все необходимое что имеется да я должен удостовериться что естественно есть какие-то точки спауна персонажа и так далее это уж такие уж нюансы вы должны как бы это понимать далее также давайте проверим что допустим на той карте где персонаж ходит у нас game mode стоит который использует персонаж чтобы не было летающей камеры и так далее чтобы скомпилировать мы должны настроить предварительно да вот здесь мы нажимаем платформ package setting здесь у нас имеется настройки ну соответственно паковать в пак файл и так далее то есть галочку ставите естественно с самого начала стоит далее смотрите здесь есть у нас development debug game тест и shipping соответственно development вы когда создаете когда тестовые варианты так скажем делаете debug game это так скажем уже проект с определенными значениями которые вы можете увидеть по дебаг системе и shipping это уже на полную реализацию так скажем вашего проекта здесь есть у нас директории куда будет сохраняться наш проект здесь можете изменить ну принципе он у вас и запросит потом смотрите есть следующая full rebuild если вы поставите галку он будет ребилдить полностью проект так скажем самого начала до конца если галочки не будет стоять он будет только лишь измененные файлы по сути добавлять но ребил здесь как добавлять так скажем уже в готовый проект это быстрее полный rebuild чуть дольше но соответственно если у вас какие-то там где-то ошибки были вы их исправить если исправили уже в коде также имеется настройки вот здесь нажимаем advanced здесь настроек куча но как таковых да то есть есть package compressing формат в данном случае у нас стоит воду но можно его поменять но пока не стоит то есть попробуйте на нем проработать также смотрите есть чуть ниже у нас локализация да то есть интернациональный саппорт это у нас английский все оставляйте как есть здесь у нас также имеется позиции как кук руфин за project контакт директоре здесь у нас игнорировать карты какие-то до определенные но это не используйте кук он ли maps это у нас так скажем образно если мы поставим галочку он должен паковать по сути кешировать те карты которые мы укажем дальнейшем давайте поставим галочку также есть у нас execute edition контент пив кукинг можно ставить галочку можно не ставить но это небольшие сжатия определенных определенного контента также нам необходимо добавить наши карты которые существуют в проекте до данном случае у меня две это листов maps include до выделяем заходим туда где у нас стоят карты данном случае у меня контент находится они выделяя первую карту этого у меня map меню потому что она у меня загружается 1 я как бы и в решив списке и 1 добавить далее у меня будет загружаться в его соответственно она будет во второй вкладочке ну и соответственно если у вас стоит локализация на вашу игру да здесь вы должны выбрать уже соответственно ваши языки которые необходимы если вы уже добавляли указали локализацию через настройки так здесь по сути у нас все но и for забыл сказать что for distribution если вы поставите галочку это уважаю только про шиппинг вот видите я поставил галочку он переключен сразу на шиппинг стоял development стою гав галочку и соответственно он уже определяет как полную сборку далее мы должны также проверить поддерживающую платформу чтобы у нас какая необходимо стояла до галочка на windows если вы пакуете под windows ну или допустим под android там под linux галочка должна стоять можно выделить только определенные допустим которые вам нужны ну и соответственно только билдить по их ним так скажем позициям до делаем сохранение всех необходимых настроек допустим и нажимаем windows package project соответственно когда вы нажмете у вас может появиться вот такое вот изображение то что если вы не настраивали саму программу если она у вас появилась вам необходимо установить это получается вот необходимое значение да это windows sdk net 4.6 dotnet core 3 1 ну и какие-то определенные значения которые допустим если вы на андроиде на linux собираетесь делать или же на стим что-то подходящее то есть ссылочка на документация 5 версии я приложу в описании и необходимые ссылки допустим на sdk который нам необходим если у вас вдруг он стоит или не стоит вы не знаете да у данной версии вы смотрите какой вам нужен sdk допустим на windows 10 вы можете поставить вот от этой версии и выше да ну и 11 также можно ставить тот нет ссылочка здесь тоже будет в описании но если вы это все поставите иногда приходится фиксить баги там необходимо исправлять fix fix нет вроде бы какой-то файл но я сделал гораздо проще просто поставил visual studio и она очень быстро все решила проблемы но кроме одной которые по сути появилась практически на следующий день видео я уже записал вы его принципе увидите возле установки windows сейчас выложится справа сверху ссылочка на установку visual studio и вот сейчас ссылочка на исправление некоторых проблем после установки visual studio но желательно когда вы билдите да то есть билдить проект не через package project вот здесь реалия project launcher когда вы на нем нажимаете у нас появляется вот такое вот окно здесь вы можете создать необходимый профиль и допустим если видите смотрите здесь есть у нас минимум android а пока плюс dlc и так далее да то есть практически уже готовые но и создание определенного профиля вы можете задать под свой проект допустим допустим build выбираете build configuration допустим это у меня development будет advanced setting включить у вас но я не знаю возможно можно и не включать это все так кук здесь у нас сейчас стоит подхватывать по сути на лету образно да здесь by the book это у нас прям настройка прямая до которую вам необходимо допустим здесь вы делаете настройку на windows если вы делаете если вы делаете серверную часть из получается получается исходников скачаны с гитхаба на анриеле да вы здесь выбираете windows сервер но это уже совсем другая история в данном случае мы пакуем под windows здесь также как я вам и показывал в настройках то выбираете языки которые вам необходимы в кук забить так скажем да то есть здесь у нас естественно будет английский в галочке вот русский стоит потому что у нас существуют русские тексты но и необходимые другие языки вы тоже здесь можете прописать далее у нас он просит кук мапс да вот видите это все наши карты которые где-то здесь находятся но в данном случае я выделяю мои карты которые необходимы можете по сути делать компиляцию на лету но это уже ваш выбор package здесь у нас очень сложная структура но в данном случае я ничего не выбираю дон пакет архив это у нас просто по сути архивирование проекта на лету по сути то же самое да диплой у нас будет создавать допустим файлы сервера и так далее да то есть он выбирает значение определенное сюда не залазите если вы не компилите серверную часть но и существует также копия репозитории но это тоже самое с определенными значениями да то есть если вы устанавливаете какие-то да здесь настройки соответственно здесь вы выбираете какой вам сервер инициализация языка и так далее какая начальная карта ну здесь нюанс то есть если допустим вы настроили далее вы выходите и уже у вас готовый профиль имеется то есть вы подготовите уже второй профиль допустим уже сразу на шиппинг то есть на какой-нибудь готовую сборочку да здесь у вас не флай будет здесь уже вам реально выставляет надо все значения необходимые ну и так далее то есть здесь уже только тестированием вы можете прям конкретно определиться под свой проект какие галочки вам прожимать ну и так далее все первые профили у нас по сути как мы и настроили он просто считывает возможно ли создать проект и будет будут ли какие-то прям грубые ошибки ну а второй профиль у нас уже будет прям реально билдить проект давайте прожмем его то есть мы сейчас должны ожидать либо каких-то ошибок либо прям уже сборку здесь вот есть какие-то получается строчки не то что ошибок предпочтений так проект у нас сразу запустился здесь вот у меня это менюшечка которая работает только две клавиши это new game и quit game давайте прожмем new game и соответственно мы появились там где у нас стоял стартовая точка все отлично единственное что немножко подвисает соответственно потому что здесь и параллельно еще билд походу идет да скорее всего но все билд завершен но если что можно то есть не с помощью project лаунчер делать стандартный package project выбираете место куда и соответственно ожидаете компиляции а на этом все компиляция по сути когда пройдет получается в нашей папочке она она создает вот эту все компиляция уже закончена создает вот эту папочку и в которой у нас находится проект то есть он уже открывается на полную страницу и можно прям глобально потестировать как это все работает и вот даже сейчас не особо сильно влагает но здесь учитывайте что не было никаких настроек и все на cinematic стоит а на этом конкретно все до скорой встречи пока и